Всем привет! Диатюра дает прогноз на матч 32 тура АПЛ Астон Вилла Манчестер Сити. Встречаются 11 и 1 команды текущего сезона. Очные матчи. В последних 10 очных матчах команды 7 раз играли на обе забьют нет и 7 раз на тотал больше. У Манч Сити 9 побед при одной ничьей. Последние 3 выезда в Бирмингем Манч Сити выиграл у Астон Виллы в результативных матчах. Статистика команд. Астон Вилла пропускала в последних 4 матчах. Астон Вилла последние 2 матча в АПЛ отыграла на обе забьют да и тотал больше. Манч Сити также пропускал в последних 4 матчах. Манч Сити в АПЛ последние 4 выезда отыграл на обе забьют нет. В минувшем туре Астон Вилла проиграла Ливерпулю 1-2. Когда гости открыли счет в матче, подумала, что команда Клопа снова пристроится на 7-е к ряду домашнее поражение. Но в тайме 2-м Салаху удалось сравнять счеты. Массированная затяжная атака хозяев на последних минутах матча закончилась точным и победным ударом Александра Арнольда. Манц Сити с таким же счетом дома проиграл Лидсу. Лидс, как и Кристал Пелес в матче с Челси, показал 100% реализацию своих моментов. Два удара поворотом, два гола. Хозяева стукнули поворотом аж 29 раз, но забили только однажды. Весь второй тайм гости играли в десятером, держали оборону и дождались своего звездного часа. Когда хозяева на последних минутах проморгали рейд Далласа, который отметился дублем за Лидс. В очном матче первого круга выиграл Манц Сити 2-0. Манц Сити в непростом матче прошел Дортнут в Лиге Чемпионов и вышел в полуфинал, где будет играть с ПСЖ. В полуфинальном кубковом матче Англии команда Гвардиолы проиграла 0-1 Челси, не показав той игры, которую от нее привыкли видеть. Сейчас у горожан наступает горячая денечка. 28 апреля Манц Сити играет с ПСЖ первый матч в полуфинале Лиги Чемпионов. Это очень важный матч для команды Гвардиолы. Похоже, что победитель этой пары будет идти фаворитом на финал. Ни Манц Сити, ни ПСЖ Лигу Чемпионов не выигрывали. Обе команды будут из кожи лезть вон, чтобы пройти в финал. В АПЛ у Манц Сити преимущество на ТМЮ сейчас в 8 очков за 6 туров до конца. Вроде бы и есть преимущество, но оно достаточно зыбкое. Сейчас Манц Сити надо брать уверенно очки у немотивированных середняков, чтобы не получить нервотрепку на конец чемпионата. Астон Вилла все свои задачи решила и может доигрывать сезон пешком. В норме мотивированный Манц Сити должен без особых проблем взять тречка у немотивированных хозяев. Горожане пропускали в 4 последних матчах. Возможно, что на этот раз команда отыграет в сухую. Тем более, что в очных матчах Манц Сити очень любит не пропускать от Астон Виллы. В Бирмингем в этом сезоне лучше играет выездные матчи, причем пик у команды пришелся на первую часть сезона. Тут, похоже, все стоит на 0-2. Хотя горожане в последних 7 матчах не забивали более двух мячей. Это достаточно длинная серия, поэтому тут запросто гости могут разойтись и на трешку. Поскольку будут немножко злые, после вылета из Кубка Англии домашнего поражения отлиться. Из связки ставок Total больше обе забьют нет победа гостей, самый высокий коэффициент стоит на обе забьют нет. 1.87, на Total больше 2.5, 1.75, на победу гостей 1.43. Если говорить о самоожидаемой ставке, здесь можно играть победу гостей с форой минус 1 за 1.59. Манц Сити в последних 5 выездах к Астон Вилле выиграл 4 матча из этих 4-3 с разницей в 2 или более мячей. Поэтому здесь, если Манц Сити выиграет, то, скорее всего, победа эта будет с разницей в 2 или более мячей. Но у вас может быть иное мнение на этот счет. На этом все, дети. Я верю, что у вас все получится. Всем оптимизм и удачи. Будьте здоровы. Спасибо.